Доброго времени суток дорогие подписчики, с вами канал Криптохс Блог и сегодня мы поговорим о проекте под названием Куш Финанс. Итак, поехали! Все дело в том, что подавляющее большинство проектов децентрализованных финансов, присутствующих на рынке, отдают почти все токены в управление только одной небольшой группе. То есть, в свою очередь, управляют ими, исходя из своей стратегии действий, часто не совпадающей с мнением остальных участников, коих большинство. Разработчики данной платформы не стали поступать, как остальные. Токен Куш Финанс Дефай спровектирован так, что держатели являются коллективным китом. Это означает, что сценарий, при котором бы небольшая группа держателей токенов могла бы проводить управление, свои действия, не обращая внимания на остальных участников. Каждый, кто хоть немного знаком с реалиями криптовалютного рынка, прекрасно знает, что на его огромное воздействие оказывают так называемые киты, которые любят устраивать на крипторынке периодические ценовые скачки, получая на курсовых скачках хорошую прибыль. А от таких скачков очень многие пользователи вообще остаются без депозитов. В указанном проекте такого нет. Так можно не переживать о том, что небольшая группа держателей токенов начнет действовать исключительно в своих интересах. Что касается общего объема проекта, то он равен 420 тысячам токенам, и из них 262 с половиной тысячи передали в качестве блокированной ликвидности на один год на Uniswap LP, а также на ряд весьма активных децентрализованных рынков. Те, кто распоряжаются токенами, обеспечивают ликвидность проекта, когда размещают свои токены KSID и у них есть возможность совершать ставки на прочие токены Uniswap. Поскольку проект позиционирует себя как децентрализованный, то, чтобы соответствовать этому статусу, и была спроектирована новая система торговых операций. Она дает возможность каждому из держателей токенов KSID полностью контролировать их на платформе DeFi. Как это стало возможно? Пользователи могут это делать, составляя и предлагая свои ставки голоса в течение раундов голосования. Когда процесс завершается, система в автоматическом режиме выполняет заявку, которая набрала больше всех голосов. По поводу модели торговых операций, то в обязательном порядке система осуществляет учет и остальных заявок, связывая их с первоначальным заказом. То есть, любой контракт на голосование KUSH Finance можно обновить, заменить или еще раз подключить, чтобы держатели токенов имели право отдать свой голос за заявку, которую еще раз подключили к действующей сети. И благодаря всему этому разработчики смогли устранить такую проблему, присущую многим платформам, как постоянное обновление центрального ядра системы. На все это тратится много времени и средств. Еще хочу добавить то, что KUSH Finance завершил голосование руководства и в ходе его участники отдали голоса за применение средств WildFund в размере 20% комиссии от размещенного KUSID в ликвидность KUSH Ethereum. Все прошло без проблем. Теперь, что касается их дальнейших планов и перспектив, команда собирается разработать RPG Gaming Experience, делая KSID, KKUSH и KOG компонентом игрового процесса, предоставив им статус «Игровые токены». Пока не будет выпущена первая версия KKUSH Finance, предоставит конвертируемый токен NFT и его можно трансформировать в элементы Epic NFT и статус «Основатель в игре» на мероприятии по запуску. Применив эти токены, любой из держателей всегда может стать одним из множества других, кто развивает экосистему KSID, создавая продление контрактов или отправляя их на KKUSH. Отдельно хочу высказать свое мнение, касающееся такого определяющего параметра проекта, как децентрализация. Насколько мне известно, она не предполагает сосредоточение активов в управлении только одной группы пользователей. Однако, очень многие проекты, которые называют себя децентрализованными, упускают это и активами руководят небольшие группы, от которых зависит большинство остальных держателей. Возможно, разработчики таким образом пытаются обезопасить себя от проблем, но тогда, может, не стоит называть свои проекты децентрализованными. В этом же все как раз и соответствует децентрализации как таковой. На проекте работает принцип «Коллективный кит», когда ни одна группа не контролирует основной массив токена. Поэтому платформу действительно можно назвать децентрализованной, как и должно быть. За счет воплощения принципа «Коллективный кит» проект сможет развиваться без особых проблем. В заключении, хочу добавить, что проект действительно имеет все шансы на то, чтобы стать ведущим в своей сфере и подтеснить ранее созданные платформы, которые почему-то называют себя децентрализованными, хотя по факту ими и не являются. Пока команда готовит новый, более улучшенный интерфейс, который еще больше должен добавить им популярности и повысить капитализацию. Так что присоединяйтесь к ним, сможете хорошо заработать. А с вами был канал CryptoXBlog. Благодарю за внимание. Оставляйте свои комментарии, лайки, дизлайки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok